Коричневости, желтости, розовости, пока рисуешь пятна, нет у нас никакой львицы, пятна, там зелёности. Запачкать холст, запачкать под вот эту укладку, под вот эту. То есть влажновато. Ладно? Давай. Только сразу прям и всё само. А, ты ещё ничего не знаешь, да? А, ты уже у тебя. Ага. Понабросить, понабросить, чтобы было вещество. Ага. Да. Давай. Красок, потому что тебе не будет хватать сейчас розового коричневого. И поищешь рисунок. Относительно середин легко обнаружить основные веще рисунка. Вот эта линия зашла до середину. Вот условно середина здесь. А эта не дошла до середины, если отсюда смотреть. Можно? Можно, да. Показала. Здесь показала. Здесь. То есть это основные линейные проявления рисунка. Сюда в глазки пошло. Сюда в глазки пошло. В глазки где-то здесь. Подбородочек. Смотрим, слишком широко? Подтёрло, подвинуло. Потому что сам формат очень похож на наш. Близко к тому. Вот. Немножечко можешь чуть-чуть выдвинуть с этой стороны. Поскольку всё-таки у нас чуть шире. Но близко. Совсем посередине линия изображения. Чуть выдвинуть. То есть без всякого греха мы здесь можем прибавить. Оставить ещё по станке? Ну, грубо говоря, сантиметр отнять у формата. То есть так, как будто здесь рама. Добавим. Потому что мы просто сделаем фоновую историю. Но как бы добавим раму. Накидаешь эти основные веки. Даже, может быть, первые намёки на усы. Так, чтобы уже видеть, что мы рисуем. Стерка, напоминаю, вот она. Потом начнём вспомогать. Коричневый. Красный. Вспомогать рисунком. Смотрим где-то там, да? Сначала просто кинем. Просто кинем пятно. Не будем сразу все точности пытаться сделать. А вот такое мутное, неопределённое пятно. Нос. Как неопределённое пятно. Намёки на тёмный. Намёки на тёмный. Вот они, вот они. Мера краски небольшая. Поэтому всё очень удобно будет моделироваться. То есть тряпка уже создала меру краски удобную. Вот оно. Вот он, поиск этих пятен. Поиск пятен. Поиск пятен. То же самое. Натемнить тёмным каркасом рисунка. Здесь подтемнять тоже где-то. И если надо, тут же усиливать активность светлого. Чтобы видеть внятный рисунок. То есть и такими более широкими. Более широкими укладками. Прикольно? Да. Давай так. Всё правильно. Ну, сейчас же будем всё это корректировать. Так, это уберём сюда. Всё неудобно? Сюда. Ну, нам нужны белые проявления. Чтоб у нас было из чего взять. Значит, белый, да. Белый будешь добывать из голубого. И розового. То есть белый будет не чисто белый. А сиреневатый. Особенно на начальном этапе. В те места, где у нас этот белый кричит. Подтёрло. И вот этот сиреневатый цвет нагоняешь. Подтёрло. То есть там, где линии были, туда прям подносили, да? Да. Линии мы набирали, чтобы увидеть, что у нас более-менее с рисунком в порядке. Опять же, более-менее, потому что мы ещё будем уточнять уже правильными цветовыми. Сейчас я делаю более размытый такой, по этим линиям. По этим линиям белый. Вот они, вот они, да. Здесь я сознательно, хотя вот здесь уже можно подложить и чисто белый, вот уже более белый. Тут, где светлее, подкладываешь, внятно светлее. Вот эти дорожки, которые, которые всюду, 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 вот так пальчиком красноватые. Можно и сирятину подбирать, вон у тебя там тёмный какой-то зеленит. Вот, и сирятину добавляешь. Набрасываешь, набрасываешь, пока вот такими дымами. Причём создавая, да, создавая идею округлостей. А, то есть белый тоже? Угу. Ага, идею округлостей, всюду, идею по форме. По формочке. Вот они, вот они. А вот здесь, вот так по форме? Там вообще мутно никак. Почти вот так, смотри. Ага. То есть чуть-чуть мы там выразим эту линейку, а вообще, да, по форме, вот такое что-то раздавленное пятно, разбитое. Светлости. Вот эти тоже. Ага, ага. Вот они, светлости. Вот такие. И тоже малая мера краски. И всё тихонько-тихонько набираем. Тихонько-тихонько. Вот такими дымами. Если почувствовала, что скользит, под пальцем краска подтёрла. И на это место сухонький слой. Хорошо? Да. Давай так. Вот тоже хорошо. Можно здесь придавить краску, чтобы она не лосьнилась сильно. Хорошее пятно. Можно такой вот рыжий прямо нагнать в это пространство. Огненность цвета, огненность по формочке тоже. Вот эти огненные проявления цвета. Вот их понашвырять. Красно-коричневый по-прежнему швырять. В том числе вот такими действиями. То есть в итоге мы потом возьмём и кисть. Но прежде чем мы кисть возьмём, сначала вот эту мятенькость, вот эту пятнистенькость дошвыряем. То есть вот не хватает глубины тёмного нашвырять его. Главное, чтобы мера краски была небольшая, тогда не испортишь. Только перебор краски может серьёзно повредить. Да, идеальная. Вот этих вот всяких проявлений. Хорошо? Ну и белый тоже так как-то не игнорируй. Там где-то выгрызи чуть-чуть. И усади. В итоге белый будет ещё доложен вот таким образом. Вот таким. Но пусть он ляжет на подкладку, которую мы ему делаем. Хорошо? Чтоб он не был слишком агрессивен. И не был инороден всему. Хорошо? То есть белый в итоге ляжет вот так. Со всей густятинкой. Сиятельно. Глазяки. Сначала лучше набрать чернявое пятно. Такое очень чернявое пятно. А потом уже в него внести цвет самого глаза. Хорошо? Конечно. Тогда таинственно. Да. Давай. Странное пятно, как ухо какое-то. Пусть оно адаптируется туда. В цилиндры свои. Вот так что-то. Потом. Как будто конструктивно сильно. Вот. Вот это ножка. Это ножка и грудка. Вот она должна отделиться. Здесь немножко вот по такой траектории. Это грудка и шерстка. Поэтому несколько вот такая закругленная траектория. Вот этой части. Здесь тоже самое. Чуть-чуть так. Так. Всякую и всячину набрасываю. Там есть и всячина грязноватая. А, серо-зеленая. Серо-зеленая какая-то. Еще нужно каких-то грязючечек. Высветлять получается. Ага. Не, ну где-то утемняет, где-то высветлять. Вот. Здесь тоже не только бело, но и как-то даже немножко и синё. А здесь рыжо. Вот то. Немножко еще подобирать цветовых. Схоробки. Смотри. Подобирать этих цветовых. Вот таких вот. Подобирать. Согласна? Согласна. Светлости вот этому пятнышечку очень не хватает. Угу. Пятнистость сразу задаю. Даже если там чуть-чуть не так, но в принципе пятнисто. Все, у меня вопрос решен. Вот у меня как раз. Вот у меня как раз. Ну разгребла и все-таки белый подложила. Потому что он тут конструкцию же создает. Желто, а не седой цвет. Вот у тебя седой? Ага. А там не седой. Согласна? Да. Похожим образом и эти вопросы решаешь. Давай. Да. Тоже и здесь тоже решаешь. А? Да. Смотри. Не хватает. Скажи сколько желтого не хватает в картине. Куда ты дальше? Я его кладу, потом опять его затянует. Ну, так и клади. Вот смотри. Ты ходила. Да. Как будто бы ты обиделась, что чего-то не получается. Я не обиделась. Смотри. А я просто боюсь что-то делать. Я не стихенно боюсь вообще. Я пробую, у меня не получается. Я опять его заштриховала. Я понимаю, что... Но ты не сделала, например, вот это движение. Вот это движение. Вот это утемнение. Это ты. Для этого нужна какая-то сверхподготовка? Нет. Правда? То есть точность рисунка, которая могла бы способствовать всему в картине, ты оставила без попечения. И теперь, чтобы что-то тебе показать, нужно хотя бы вернуть то, что тут было. Ну, хотя бы какие-то элементы рисунка, чтобы это было не просто цветное описание, но, чтобы это было содержание какое-то, в которое мы вгонять будем сейчас. То есть ты решила, что, а, у меня шерсть не получается, значит, можно останавливать работу. Неразумный ход. Нет, я просто что-то не понимаю. Понятно, что не понимаешь. Но это ты понимаешь? Это же я не сверхъестественное что-то показал. Просто я обратил твое внимание, что есть вещи, которые ты вполне могла бы делать. Свет рекомендовано было положить вот так. Вот по такой схемочке. Обрежем. Ну, давай хотя бы положим. И свет должен отличаться от теневых. Посмотрите, я сейчас положил этот светик. Посмотрите, как многое изменилось к лучшему. Маленький намек на тот же светик. Это тоже свет, который бьет там и попадает по макушкам вот этого места. Вот так. Тоже маленький фрагмент этого светика. Вот здесь. Туда он еле-еле долетает, но немножко долетел. Ну, пока же, видишь, мы кистью толком. А, ну вот так лежачий. Ты знаешь, конечно, художники рисуют. Каждый приноравливается по-своему. Но, на мой взгляд, очень удобный способ вот этой лежачей кисти. Вообще, художники в основном работают лежачей кистью. Посмотри, как хорош. Не белый, а сиреневый. и тенистость этих мест. То есть весь белый, который в тени, вот он какой. Недобелый. Игорь. Вот. Недобелый. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...